Здравствуйте, это новости на ННТ, в студии Махач Курванов с последними событиями к этому часу и небольшой анонс. Новый председатель республиканского парламента. Сегодня прошла первая сессия Народного собрания 7-го созыва, в которой принял участие и в риу главы Дагестана Сергей Меликов. Смотрите через минуту. Без трепанации хирурги больницы скорой помощи внедрили в работу новую методику. Какой она дает шанс больным, расскажут мои коллеги. Статуи, кувшины и многое другое, обшитое кожей. В Махачкале открылась персональная выставка мастера-кожевника Гасана Ефендиева. Заур Аскендеров стал председателем республиканского парламента. Сегодня состоялась первая сессия Народного собрания 7-го созыва. В заседании принял участие и в риу главы Дагестана Сергей Меликов. На повестке дня стояли итоги прошедших выборов, а также избрания нового председателя Народного собрания и сенатора от республики. Итоги прошедшей сессии смотрите в нашем следующем сюжете. Состав парламента Дагестана, сформированный по итогам сентябрьских выборов, обновился почти на две трети. Открывал сессию в риу главы региона Сергей Меликов. Он отметил необходимость поднять уровень депутатского контроля и устранить недостатки в работе предыдущих созывов. Также глава посоветовал народным избранникам обратить особое внимание именно на социальные объекты. Сергей Меликов напомнил о ситуации, произошедшей в селе Львовское, где более 300 жителей жаловались на разрушающееся учебное заведение. Смотрите, какое количество депутатов. Вы представляете каждый район. И насколько сегодня у нас в республике не реализуются те задачи, которые поставлены в том числе президентами страны. Потому что есть уровень исполнительности. Поднять уровень исполнительности можно только контролем. Среди школы, слава богу, начались, поэтому я обращаюсь к депутатам. И к тем, которые будут работать в Комитете, контролирующем сферу образования, и тем, кто будет работать в Комитете, контролирующем сферу строительства, и тем депутатам, которые будут представлять Попоевский район и северные места. Обратите внимание на эти таблики. Равно, как и на много другие, прежде всего, социально значимые. По итогам выборов парламент республики сформирован из трех партий. Единая Россия, Справедливая Россия и КПРФ. На первой сессии депутаты избирали нового председателя Народного собрания. Им стал Заура Скиндеров, а его первым заместителем Юрий Левицкий. Выступая, новый спикер выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что в первую очередь необходимо работать именно в социальной сфере. За каждым из нас тысячи избирателей со своими проблемами и надеждой. Считаю, что мандат доверия, который мы получили, это одновременный запрос на качественные изменения в жизни дагестанцев, повышение имя, благосостояния. В первую очередь, это вопросы социального характера, касающиеся поддержки, нуждающихся в развитии здравоохранения и образования, повышение заработной платы и другие. Также сегодня депутаты избрали сенатора Дагестана. Кандидатуру Сулеймана Керимова внес на рассмотрение новоизбранный спикер. За проголосовали 85 присутствующих на сессии депутатов. Ни одного голоса против не было. Все, что сделано и делается для страны, республики, Сулейманом Амусоидовичем Керимовым, сегодня трудно перечесть. Он пользуется большим уважением и авторитетом в Дагестане и за его пределы. Как настоящий патриот, человек, которому не безразлична судьба России и родного края. Поздравляю, уважаемые коллеги, предлагаю, уважаемые коллеги, поддержать данную кандидатуру. Избранные депутаты представляют не все партии. Остается надеяться, что в своей деятельности они будут учитывать интересы всех жителей региона, независимо от партийной принадлежности и каких-либо других социальных различий. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Муфтия Дагестана, шейх Ахмада Афанди, посетил профессор университета Аль-Асхар Адхам Тамам. Духовный лидер выразил радость встречи с ним. Он подчеркнул особое отношение наших предков к арабам. Ученый из Египта рассказал о своей деятельности в России. Профессор преподает в Болгарской Исламской Академии. Я прилетел в прошлом году. Три месяца преподавал и вернулся в Египет. И с началом нынешнего учебного года я также начал преподавать в Академии. Наши преподаватели завещали те знания, которые мы получили, передавать ученикам, будь они арабами или не арабами. Я очень рад тем, что он преподает в Болгарии. И надеюсь, благодаря таким алимам, у кого есть таква, вараа, это мутаалимы от них получат барракат. Из-за таких намерений мы тоже туда отправляем своих мутаалимов. Все знают, в Дагестане на хорошем уровне образование поставлено. Но тем не менее, благодаря таким алимам, из-за них нет. Борьба с терроризмом в сети интернет. В Национальной библиотеке создался семинар-совещание. В нем приняли участие представители власти, религиозные деятели, журналисты и специалисты органов местного самоуправления. Участники встречи обсудили причины распространения губительной идеологии в соцсетях и способы их предотвращения. Мы тоже не лыком шиты, целые минии работают на противодействии. И открывают, что в этих мультиках, которые вы безобидно даете смотреть своим детям, заложены уже низкочастотные волны, которые угнетают нашу центральную гервную систему. И вот обратите внимание, даже вот возьмем полуторагодовалого ребенка, который с удовольствием смотрит совершенно бессмысленные какое-то там движения цветных паровозиков, а он оторваться не может, убирают от него телефон, и он начинает истерить, ему это нужно. Не информативный мультик, там, естественно, какой-то такой тупой звук, а может и звука не быть. Вот это как раз та технология разрушения психики. Эти убеждения, которые ему с детства вложены в него, ребенок, воспитанный на полезной литературе, на полезных фильмах, книгах, он изначально уже будет иметь иммунитет, может быть, не стопроцентный, перед этим манипулятором. Что касается именно нашей работы, то посланник Аллаха, салли Аллаху, говорил, что я лишь тот, который доводит. Сегодня мы сами от себя ничто не делаем. Мы доводим религию Всевышнего Аллаха, а религия, те установки религии Всевышнего Аллаха, то есть та нравственность, которая в нее заложена, она уже является, она уже сохраняет этих детей. В микрорайоне Турали завершили работы по водоотведению. На улице Аграрная в этом году проводится капитальный ремонт. Прошлой осенью во время обильных осадков здесь были подтопления. Работы на участке уже завершены, и подрядная организация в ближайшее время приступит к асфальтированию улицы. Стоит отметить, что в прошлом году в микрорайоне Турали асфальтировали улицы Ансалтинскую и Речную. Аналогичные проблемы с подтоплением устранены также по простому. Аспекту Петра Первого и улицы Бейбулатова. Помимо этого, в настоящее время строится водоотведение в микрорайоне Досааф. Нейрохирургия без трепанации черепа. Теперь в Махачкале доступна операция на мозг через один прокол бедренной артерии. В столичной хирургии больницы скорой помощи внедрили в работу новую методику. Подробнее расскажет Карим Даниев. Разрыв аневризмы и, как следствие, инсульт. Малейшее промедление в этом случае смертельно опасно. Пациенты с таким диагнозом поступают в больницу скорой помощи каждую неделю. По статистике, половину из них спасти не удавалось. Но теперь Республиканская клиническая больница скорой помощи внедрила в свою практику уникальную методику – эмболизация аневризмы. В рамках проекта «Метроник Академия» мы выполняем эндоваскулярные операции, направленные на выключение аневризм сосудов головного мозга. Как в остром периоде, то бишь в момент, когда аневризма разорвалась и когда самые первые дни – это самые опасные дни, так и в холодном периоде. Условно, это тот период, когда аневризма никак себя не проявила. Это может быть случайная находка, обследование по поводу головных болей или чего-либо другого. Чтобы мы могли действительно говорить, что в арсенале есть не только ОКС, не только лечение инфарктов, но и таких серьезных и грозных осложнений, как внутричерепное, кровоизлияние, как следствие разрыва аневризмы сосуда мозга. Эндоваскулярные технологии помогают избежать открытых операций, когда делается трепанация черепа. Это щадящий и безопасный вариант. Хирург через бедренную артерию проводит специальный катетер прямо до мозга. Показательные операции выполнил доктор научно-исследовательского нейрохирургического института Андрей Петров. Мы выполняем не просто выключение аневризма как таковой, мы занимаемся еще и реконструкцией артерии, которая болеет, и в результате этой болезни сформировалась аневризма. Когда мы боремся только с аневризмой, то есть мы лечим вследствие проблемы. А когда мы, устанавливая вот подобного типа стенд, лечим и сосуд, и выключаем аневризму, мы делаем одну операцию, которая решает проблему и сегодня, и завтра. Сегодня в Дагестане ожидаются сильные дожди. В МЧС России в отдельных районах уровень рек поднимется до критических отметок, а в горных районах возможен сход с селий. В МЧС России по Республике Дагестан рекомендуют по возможности оставаться дома и воздержаться от поезда. Всемирный день моря. В музее «Россия. Моя история» открылась необычная выставка, приуроченная к этому дню. Гости музея смогут отправиться в маленькое путешествие во времени. В музее представлен морской уголок, где посетители увидят мини-корабль, рыболовные сети, барометр, морской штурвал и даже якорь с корабля самого Петра Первого. Выставка организована совместно с Музеем истории рыбной промышленности и продлится еще неделю. Корабельного дела, я думаю, не все имеют возможность прикоснуться к этому физически, сходить в порт, тем более не всегда это доступно. А здесь, пожалуйста, можно трогать и узнать историю. В Махачкале открылась персональная выставка мастера-кожевника Гасана Ифиндиева. Организатором экспозиции «Мастер из шов-кран» выступили Республиканский Минкульт и Дом народного творчества. В числе представленных экспонатов различные статуи и кувшины, кресла-качалка, обшитая кожей и модели аулов, выполненные по старым фотографиям. Всего более 50 изделий мастера. Гасан Ифиндиев родом из Шавкра Лакского района Республики. Его предки также занимались изготовлением различных изделий из кожи. И мастер с юных лет впитал любовь к этому виду творчества. Посетители выставки отмечали, что в своих работах кожевник передает дух уходящей эпохи, ее традиции и образы. 5 октября Ифиндиев лично проведет мастер-класс, где поделится секретами кожевиного ремесла. Сама же экспозиция продлится до 6 октября. 28 сентября в Махачкале прошло открытое первенство по легкой атлетике среди коррекционных школ-интернатов. В спортивном состязании участвовали 4 команды. В программу соревнований вошли бег, прыжки в длину, толкание ядра и стафета. По итогам соревнований победители и призеры получили грамоты, медали и памятные призы. На торжественной церемонии присутствовал председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов. Соревнования проходили на спортивной базе стадиона имени Елены Исимбаевой. Это все к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом, не переключайтесь. Смотрите новости на сайте nntv.ru и на всех соцсетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok